Субтитры подогнал «Симон» 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 находились в ее руках, и когда она дергала, Европа содрогалась, как картонный паяц. В своем письме к барону Гримму она с этой немецкой пунктуальностью очаровательно наивно решила сосчитать список своих великих деяний. Сколько законов она приняла, сколько мирных договоров было, сколько войн она выиграла. Получилось 492 великих деяния. Она была права, она была права. Все-таки 6 миллионов новых поданных, 6 кровопролитных войн, которых она вела. Это кровью ее солдат были политы вот эти причерноморские степи. И Крым, это остаток этого великого когда-то ханства, напоминание об этом унижении России, все присоединило. В Черном море, как она справедливо говорила, ведь русской лодки не было. А сейчас там стоял этот черноморский флот, который на две сотни лет вперед, как она предполагала, будет определять политическую жизнь Южной Европы. Так что прав был ее канцлер Безбородко, который, обращаясь к молодым дипломатам, сказал, уже после ее смерти, «Не знаю, как при вас, а при нас ни одна пушка в Европе без нашего на то позволения выпалить не смела». Удачная судьба. Здесь в кабинете лежали ее воспоминания. Она там действительно справедливо писала. Нет, счастье не слепо. Перефразируя любимую немецкую пословицу, что счастье – это всегда талант плюс характер. Эти мемуары она посвятила своему любезнейшему сыну, Павлу Петровичу. Вот завтра утром, когда она умрет, граф Астерман, вице-канцлер, завернет все вот эти ее тайные бумаги в салфетки и потащит к Павлу, и тот будет дрожащими руками все это разбирать, найдет завещание, где она завещала трон. Не ему, не от внуку своему Александру сожжет, а потом прочтет воспоминания эту рукопись любезнейшему Павлу посвященную. Нелюбезнейшая оказалась рукопись, когда прочтет, содрогнется, сделает государственной тайной, когда Николай Первый прочтет эту рукопись, сыну запретит читать. Там абзац был такой, пассаж. Согласно этому пассажу, любезнейший сын мог понять, что рожден он отнюдь не от императора Петра, нет, а от фаворита рожден. Более того, когда он родился, его же унесли, и 40 дней она сына не видела. Так что мог предположить любезнейший сын Павел, что даже, может быть, не от фаворита, и, может быть, правы те слухи, которые были во дворце, что сын ее сразу умер, и подменили его каким-то случайным сыном, рожденным от чухонки в крестьянской семье, так что до смерти будет несчастный Павел смотреться в зеркало на свой странно приплюснутый нос и будет пытать ее фаворитов, Понятовского и прочих, от кого он рожден. Странная будет династия, которая окажется тайной для самих себя. Но думаю, что здесь она слукавила. Даже вот в этих воспоминаниях она осталась императрицей. Просто зная характер своего любезнейшего сына, она легко предполагала, что будет после ее смерти, как он начнет мстить. Да не о тех, кому мстить она думала, а о потрясениях государства. Она всегда думала о государстве, так что решила ему солгать, чтобы не мстил. Нет, нет, у нее был такой характер отличницы. Она выполнила свое предназначение. Она сумела заставить этого несчастного Олуха, своего мужа Петра, зачать этого ребенка. Именно поэтому она так его не любила. Это и было доказательством. Только сыну от очень нелюбимого человека вот можно так к нему относиться, как она относилась к этому Павлу. Никогда к государственным делам его не подпускала, престол завещала внуку Александру. И когда могла, больно ему делала. Он безумно любил свою первую жену. И когда она умерла, она не нашла ничего лучшего, как письма ему показать. И согласно этим письмам Павел понял, что любимая жена все это время жила с любимым его другом, графом Андреем Разумовским. Нет, графу она ничего не сделала. Нет, она просто отправила его послом в Неаполь. Это и тогда было любимо. Посол вон. Вот в Неаполе наш Казановый развернулся. Он тут же соблазнил неаполитанскую королеву Каролину. Это была сестра Марии Антуанетты. Так что все бурбоны стали умолять ее забрать его, потому что несчастная Каролина становилась посмешищем. Выждала, а потом забрала. И для довершения юмора отправила его в Австрию, ко двору уже умершей тогда императрицы Марии Терезии, которая была матерью той несчастной Каролины. Вот там он сейчас и был послом. И в этом своем письме граф Ферзен и умолял ее просить, просить через посла Андрея Разумовского, австрийский двор, заплатить эти деньги этой несчастной баронессе Корф, которая все их истратила для того, чтобы помочь этой несчастной августейшей паре. Он писал, что ну как-то негоже сейчас, вот в эти дни революции, платить бедностью и нищетой за преданность государям. Но она, она не любила Марию Антуанетту. Она и не любила, потому что та, потому что та никогда не умела быть деспотом для самой себя, потому что та носила эту свою корону, ну как модную прическу. А ведь она, она ведь все сама сделала. Все, все сама. Ей было 14 лет. Она всегда помнила, как 14 лет было ей, когда ее привезли в эту страну, ни языка не знала, ничего, а потом поняла, что муж ее, попросту говоря, олух. А потом этот олух стал ее ненавидеть, потому что она была умная, потому что красавица, потому что она всем нравилась, и вот этот свой комплекс неполноценности, он удивительно выразил, он взял в любовнице уродку, горбунью. Так что рано она поняла, что у нее впереди только две возможности. Или монастырь, когда он станет императором, или вот про второе или она уже с 15 лет думала. Она такое сочинение, забавно, написала портрет 15-летнего философа. И вот там эпизод был один, когда императрица Елизавета, которая уже стала опасаться эту хитрую, умную, маленькую девочку, стала опасаться, что станет ее любимым племянником, она прислала ей сказать, что решила Елизавета, императрица, выслать ее обратно, на немецкую родину. И она написала, я была равнодушна к своему мужу, и в общем, это повеление должно было бы быть мне безразличным. Но не безразлично уже тогда мне была российская корона. И вот тогда она 15 лет, она начала готовиться. она думала тогда уже вот чем как привлекать людей, чем управляются люди в этой стране. Нет, она знала нечестным словом. Нет, Жозеф де Местр будет прав, когда он писал, если купите бриллиант чистой воды, обязательно окажется с пузырьком воздуха, спички купите, и там не будет серы. Это она все поняла. Она тогда решила, что деньгами, поэтому все деньги, которые она получала от этой императрицы, она тратила на подарки, а потом поняла ложь. Здесь люди не управляются деньгами. Это другая страна. Здесь люди управляются страстями. И вот тогда она заметила этих братьев Орловых, четырех любимцев гвардии, и вступив в связь с Григорием, через эту постель она получила всю гвардию. А потом был тот летний день, та белая петербургская ночь, ночь переворота. Переворот произошел легко. Муж Петр, как послушный ребенок, которого отправили спать, уступил этот трон. Такое, что-то надо с ним было делать, но она знала, что одно из основных правил мудрого властителя никогда не делает зло своими руками. И когда Алексей Орлов, брат Григория, прислал ей эту записку, которую она хранила вот в этом кабинете, боюсь, как бы урод наш не за ним он, она ничего не ответила. И через некоторое время быстро уже прискакали с письмом, вот с этой грязноватой бумагой, покрытой пьяными слезами, где он писал с пьяным юмором, да и как нам решиться поднять руку на своего государя, но вот вышла беда, поспорили они с князь Борятинским, ах, его и не стало. Бумагу это она хранила как доказательство своей невиновности. Завтра Павел, сын ее, прочет эту бумагу, и первое, что сделает после того, как завещание ее уничтожит, эту бумагу бросит в камин. В 9 утра она выходит из кабинета, и, как всегда, и в это предпоследнее утро начинается ее туалет. Волосы зачесывает назад, обнажая вот этот высокий лоб, она одевает такое простое молдавское платье без украшений, потому что сейчас она императрица, Северная Семирамида. Северной Миссалиной она станет после уже 10 вечера, а сейчас время для министров, теперь до 10 вечера и в обед она будет принимать своих министров. 34 года она управляла страдой, так что кой-какой скромный опыт управления России у нее сложился. но прежде но прежде всего, что она поняла в этой стране никогда нельзя слушать мнения людей друг о друге. Она говорила, если я послушаю одного министра о другом, то мне одного надо повесить, а другого четвертовать. Вот несчастный последний наш русский царь, он как раз всегда слушал людей, которым верим. Результаты были плачевные. Вот Дубенский его историограф писал, если я скажу государю, что суп пересолен, будет продолжать есть, но если министр Фредерикс, министр двора, которого он так любит, скажет, тут же отставит. Вот она ела свой суп и отставляла его, только когда она сама себе говорила. Ее закон выслушать всех, а слушать только себя. Вот у людей были, они уже сейчас умерли, какие министры. Панин это был вождь прогрессивной партии, сторонник западного влияния и всяческих реформ. И был рядом с ним Вяземский князь, ненавистник всякого западного влияния, ненавистник всяческих реформ и вождь ретроградной партии. Оба были. Панин был человек блестящий. Из задача человека блестящего при ее дворе это было иметь собственное мнение и иногда возражать императрице. Князь Вяземский был человек исполнительный и в его задачу входило никогда не возражать императрице, никогда не иметь собственного мнения и все свои предложения объявлять вдохновленными идеями императрицы. И еще, что было очень важно, никогда не забывать сообщать ей радостные известия. Радостными известиями назывались известия о доходах. И как писал князь Щербатов, хотя эти известия о доходах в другом месте большие расходы вызывали, она радовалась. Как она между ними выбирала, ну, я думаю, она действовала так, как в 16-м году завещал русской императрице русский мужик Григорий Распутин. Он так сказал, у нас правые дураки и левые дураки, ты, мама, держись посередке. И еще это, конечно, реформы. Реформы. Вот сначала, ну, как любительница Вольтера, находившаяся с ней в переписке, любительница сочинения Монте-Скье. Решила переменить все законы на Руси. Она собрала, ну, уложенную комиссию, ну, по-нашему законодательное собрание, считайте, Думу. Депутатов выбрали. И начала ждать. Шесть дней заседали депутаты, решая, как отблагодарить императрицу, какой титул ей преподнести. И уже подумали было преподнести и титул Великая и Премудрая Матерь Отечества, но она попросила их не заниматься анатомией ее способностей, а перейти к законам. И дальше состоялось. Депутаты спорили, депутаты ругались, но никак не могли принять ни одного нового закона. Например, депутат от купечества, он предложил целый ряд законов о купечестве, но в этот момент вышел депутат от дворянства и предложил заняться обсуждением очень важных в России случаев обморожения. Вот как с этим бороться? Два дня обсуждали, остался ворох документов. Она между тем сказала, что очень довольна действиями этой комиссии. Гриму написала. Почему? Я думаю, что к тому времени она поняла то, что вот писал и посол Сигюр. Вначале она же вся была в преобразованиях. Как писал тот же Сигюр, сразу одновременно в России флот строился, война была, новые ассигнации решали выпустить, судопроизводство изменить, город основать. В результате ничего не делалось. Поэтому она поняла, что в нашей стране лучшее это враг хорошего. Поэтому много перемен. Это значит никаких перемен. Поэтому она поняла, что разговаривать о реформах иногда важнее реформ, потому что страна очень огромная и пока новый закон иногда дойдет до границ, просто этот законодатель уже умрет. Ну и о свободе, конечно, много говорила о свободе. Мадам, при вас надива свобода расцветет, писали ей учтиво Вольтер и Дидерот. Скорее всего шутила о свободе. Она ведь знала, что страна недавняя традиция рабства, еще недавно только был закон принят о вольности дворянской, по которому хотя бы привилегированное сословие перестало быть рабами. И давать свободу в стране, которая к ней не привыкла, надо думать осторожно. Это как человеку, который алкоголь никогда не принимал, сразу допьется. А потом был бунт пугачевский. Она его называла маркиз Пугачев. Вот маркиз Пугачев ей и показал. И вспомнила она эту великую формулу об этом духе Степана Разина, который до времени заключен в скале, но как облачко, как воздухом бунта повеет, так из скалы и выходят. И начинается вот тот бунт, который она видела. Поверьте, он не всегда бессмысленный, но всегда беспощадный и усмиряла этот бунт. Сразу написала «Много виселец будет в России! Много виселец!» И слово сдержала. Она знала, чтобы умерить эту страну, ее надо сначала усмирить и усмиряла. Пытки отменила, отменила, но пытки были. Тайную канцелярию отменила, отменила, но был Степан Иванович, о котором знал весь Петербург. Степан Иванович по фамилии Шишковский никакого особого чина не имел, но все знал, что происходит в городе. И как у кого вольнолюбивые очень мысли появлялись. Степан Иванович не наказывал, нет. Он на обед приглашал. И бедолага приходил, они обедали. Степан Иванович ему и о вот этих вольнолюбивых мыслях и о прочих вредных поползновениях с обедом так и докладывал. А потом как бы отворачивался, а тогда механики великие были, и стул с приглашенным начинал опускаться. Опускаться ну не до конца, так что головка и плечи над полом были, а вот эта задняя, как мясники говорят, филейная часть, она поступала в распоряжение агентов Степана Ивановича. Каковые штанишки снимали и сильно били. А потом снова персонаж за столом появлялся, и Степан Иванович продолжал как бы беседовать, как бы отвернулся, а сейчас к столу подошел. И хотя дворян запрещено сечь было, никаких жалоб, никаких жалоб не было. Нет, управляла она со смыслом. Пожалуй, только разочарование у ней было в отношениях с мрачными русскими литераторами. Журнал Новикова пришлось закрыть, потому что из номера в номер все писали о взятках, но как будто они не знали, что в России взятки дуют как снег, без него земля просто выберзнет. Она и обратилась и говорила, ну что же из номера в номер-то сообщать о недостатках рода человеческого, как будто род этот человеческий столь должен быть совершенен. Почему там о завоевании Крыма, о всех этих великих подвигах вместо этого не писать? Закрыла журнал, решила свой открыть. Ну как бы тайно в нем редакторствовала, но знала, что в России все секреты ничего не тайна и позаботилась, чтобы эта тайна стала явью, после чего пригласила население сообщать о всех вопросах, которые возникнут. Знала, что Европа поделится ее смелости, а от ненужных вопросов ее редакторство то и убережет. Опять не поняла, не поняла характера мрачных русских литераторов. И Фан Визин уже начал задавать ей наш любимый российский вопрос. Почему прежде было лучше? Вот почему прежде достойные люди были у власти, а теперь многие отправлены в отставку? Почему прежде шуты чинов не имели, а сейчас оглядишься и все имеют? Она ответила, потому что в прежние времена свободоязычия было меньше. Ну, и с Радищевым, конечно, с Радищевым. Вот это первое ее движение, когда к смерти приговорила. Есть эта великая формула. Я оглянулся, крест меня и душа моя страданиями человечества и так далее. Вот с этих слов и родилась русская интеллигенция. Думаю, нет. Думаю, русская интеллигенция родилась тогда, когда за слово приговорили к смерти, сделав слово бессмертным. Так что впоследствии Радищев, вместо того, чтобы кануть в лету, как князь Щербатов со своим замечательным сочинением станет властителем Дум будущих маркизов Пугачевых уже с университетским образованием. Еще она умела уважать национальное в стране. Умела уважать. Вот помнила, что еще в 17 веке, когда иностранец входил в дом, потом служили молитву очистительную после него. Знала, что все эти петровские кафтаны, все это, все мишура, под ней наша боярская шуба в тело вросшее. Так что и на богомолье ходила, и когда брат написал немец, что хочет в страну приехать навестить, ее написала и без него немцев достаточно, не надо, не надо. Она чувствовала себя русской царицей. Так что, убив царя батюшку, она дала народу матушку. Она переписывавшаяся с Вольтером, Дидро, славившая Монтеские, а в разговорах она ругала все иностранное, издевалась над этой тогда модной франкоманией в журнале «Живописец». Не без ее участия была эта знаменитая пародия на русскую любовную записку того времени, на эту смесь французского с Нижегородским. Записка, это правда, не очень отличалась от того, что было по правде эта пародия. Она была такая «Мужчина, притащи себя ко мне! Я до тебя охотно! Ах, как ты мне славен!» В десять вечера заканчивался ее день, ложился она рано, и, сопровождаемая последним своим тринадцатым фаворитом по счету, она отправилась почивать. Фавориты! Фавориты! Ой, сколько будет об этом всем написано! Да, их было тринадцать. Как она к ним относилась? Ну, вот, в царском селе она поставила три памятника. Один любимой собачке, второй герою, а третий умершему фавориту. Вот так она к ним относилась, как к собачкам, героям, все должны были ей служить. И в отношениях с ними всегда оставалась императрица. И совершенно есть очаровательное письмо, пишет Потемкин, ей любовное, страстное письмо. Дозволь, матушка, обратиться, она, как помету на полях, дозволяю. Беспокоюсь я в деле любви нашей, помету на полях, будь спокоен, потому что хочу быть у тебя в сердце один. Есть и будешь, потому что никто так тебя не любил. Вижу и верю. Вот так она с ними и обращалась. Первый ее фаворит Григорий Орлов. Был же ведь у нее целых 11 лет. Она тогда знала эту традицию. Одной императрицы был Берон, у другой Алексея Разумовский. Она следовала. Уже через 4 года этот Григорий Орлов ей изменял. Она все знала и терпела, и долго терпела. и решила сделать переворот галантным способом. на театр военных действий Григория Орлова отправила мир заключать и тут же, тут же в ее опочивальне новый фаворит появился, второй. Как уже говорил, будет 13. А тогда, тогда Орлов тут же помчался в Петербург и она, нет, она все делала по правилам, засов дополнительной на дверях опочивальни поставила. Вокруг Петербурга были расставлены караулы, чтобы не пустить туда этого Орлова, это были такие караулы любви. И дальше поступила прелестно. Она начала плакать. Она плакала, собирая вещи этого прежнего фаворита. Одновременно она писала ему письма, очень немецкие письма, где она предлагала ему блага за то, чтобы он ее оставил в покое. Там перечислено все, количество крестьян, которые она ему дает, дома, которые она ему даст, и даже новый сервиз она ему обещала. И повторяю, рыдала. Все послы написали о ее рыданиях. Вот эти рыдания, они часто нас будут вводить в заблуждение, будут писать о ее невероятном горе по поводу смерти фаворита Ланского. Знаете, тогда цена рыдания была немножко другая. Вот когда ее наказ читали членам уложенной комиссии, они все рыдали. Когда она говорила о деяниях Петра в Казани, дворянское собрание рыдает. И она рыдает. Это чувствительность. И рыдает она бесконечно Полонскому. Но очень интересно, как рыдает. Об этом она сообщила в письме Гриму. Несмотря на горе, писала она, я не оставляю без внимания ни одного из мельчайших государственных дел. А потом она написала о рыданиях. Рыдания были удивительные. Она писала, что разбита совершенно была, пока не пришли к ней двое мужчин, с которыми она вместе рыдала. Эти двое мужчин, с которыми она рыдала, этот коллектив рыдающий был очень интересен. Один из них Федор Орлов. Это родной брат позавчерашнего любовника. А другой Потемкин, любовник вчерашний. И вот все они вместе в голос рыдают по поводу смерти Лацко. Так что особые были рыдания. Чувствительный век был. Нет, все они были для нее игрушками эти тринадцать. Просто она была первая феминистка, пожалуй, и действительно все время писала, как я хочу вместо этой юбки иметь штаны. И вела себя как французские короли, о которых у нас речь впереди. она отошла ко сну в письмо, которое написал ей Ферзен. Она решила, не любила Марию Антонету, так что послу в Вене рекомендовала никаких официальных ходатайств, никаких, только дружеское посредничество. На следующее утро, на свое последнее утро, на вопрос как почивала, она сказала, никогда приятственно так ночь не проводила, после чего пошла в гардеробную, то бишь в туалет, и больше оттуда не вышла. Ну, а дальше читайте стихи нашего поэта, писала прозу, флоты жгла и умерла, садясь на судно. Там ее и нашел коммердинер, она прислонилась к двери, тяжела была и выволокли ее и положили на Софьяновой матрас. На этом матрасе она умрет. Почему о смерти говорим ее? Поучительную смерть завещала императрица своему народу. Три человека были самые могущественные в ее царстве. Григорий Орлов сумасшедшим умрет, даже не зная, кто он. Потемкин, величайший богач на проезжей дороге на плаще скончается. И она, великая императрица, так и умрет, не приходя в себя на полу на этом Софьяновом матрасе. Так что не собирайте себе сокровищ на земле. Вот после нее и осталось это письмо графа Ферзена, которое хранило одну из самых галантных историй этого галантного века. Галантного галантного ферзена, галантного 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 галантного